Благодаря фоторецепторам мы видим мир во всех его ярких красках. Способность различать цвета является одной из удивительных особенностей человека и животных. Существует мнение, что она появилась у наших далеких предков, чтобы облегчить поиск спелых плодов и растений. За восприятие цветов отвечают специальные колбочки, расположенные на сетчатке, которые реагируют на определенные световые волны. Человеческий глаз под воздействием света может различить спектр электромагнитных волн, который состоит из семи основных цветов – красного, оранжевого, зеленого, желтого, голубого, синего, фиолетового. Так наше зрение воспринимает эти волны. За пределами этого спектра остаются белый, черный и серый. Если мы будем говорить о солнечном свете, то можем его смоделировать, например, таким источником света. От солнца к нам с вами приходит сплошной спектр. Это значит, что белый свет содержит в себе примерно равномерно все цвета. И если мы с вами посмотрим на спектр, то мы увидим такую равномерную дорожку от синего до красного. На самом деле мы видим цвета не белыми, а, например, зелеными, красными, синими, фиолетовыми или даже черными, потому что каждый материал обладает селективным поглощением. Это значит, что какую-то часть солнечного спектра он поглощает, а какую-то часть рассеивает. И этот рассеянный свет как раз мы с вами видим с помощью наших глаз. Чтобы это продемонстрировать, мы используем вот такие светофильтры. То есть, вот, например, красный светофильтр будет задерживать всю часть спектра, кроме красный. И вот мы с вами видим здесь на экране красное пятно. Если же мы будем использовать, например, светофильтр зеленый, то мы увидим, что он пропускает только ту часть спектра, которая соответствует зеленой области. Соответственно, если мы возьмем синий светофильтр, то мы увидим на экране синее пятно. Человеческий вариант цветового зрения появился лишь у приматов. В процессе эволюции животные то теряли, то вновь обретали возможность различать цвета. Зрительный аппарат пернатых и других животных становился совершеннее, а доступная цветовая гамма шире. Это поспособствовало росту аппетита и расширению питательного рациона. А такое разнообразное меню содержало множество пигментов. Благодаря которым окрас и оперение живых существ менялся и становился красочнее. Биологические пигменты – это разнообразные органические соединения, обладающие способностью поглощать и отражать определенные цвета света. Они играют важную роль в жизни организмов, так как участвуют в таких процессах, как фотосинтез, защита от ультрафиолетового излучения, коммуникации между организмами и привлечение партнеров для размножения. В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему небо, которое мы с вами видим, голубое? На самом деле все это объясняется законами физики, которые нам говорят о том, что интенсивность рассеянного света пропорциональна частоте света в четвертой степени. Самой маленькой частотой обладает красный цвет, самой большой частотой обладает синее излучение. Это значит, что если мы сделаем оценку, то синий цвет будет рассеиваться примерно в четыре раза интенсивнее, чем красный. Так вот, мы с вами можем рассмотреть такую простую модель, то есть, например, поверхность нашей планеты, на которой находимся мы с вами. Если Солнце находится в зените, что происходит днем, то мы с вами видим преимущественно голубую рассеянную компоненту, потому что красный цвет рассеивается хуже. То есть, проходя через плотную атмосферу, у нас очень сильно рассеивается синий цвет, и небо кажется нам голубым. Синий цвет является одним из самых необычных и редких в природе. Это связано с рядом особенностей, которые делают его таким удивительным. Одна из основных причин, почему синий редок в природе, заключается в том, что он редко вырабатывается растениями. Многие синие пигменты не являются стойкими, из-за чего они легко разрушаются. Когда растения вырабатывают синий пигмент, они просто не могут долго сохранить его, прежде чем он распадется на другое соединение. По этой причине многие растения вырабатывают пигменты, которые легко возобновляются и стабильны. Животные выживают и создают соединения из материалов, которые они употребляют в пищу. Ими часто являются растения. Таким образом, поскольку большинство растений не содержит синих пигментов, большинство животных также не получают химических веществ, необходимых для их производства. Отличный пример для описания этого явления – фламинго. Они рождаются с полусерыми перьями, которые становятся розовыми только после того, как они начинают есть большое количество креветок, содержащих розовые пигменты. Если бы они никогда не ели креветок, у них никогда бы не развился великолепный розовый цвет. Пигмент, который дает синюю окраску, является веществом таким, как гуанин, ксантин. Эти вещества являются частью синтеза нуклеотидов. Но когда они в чистом виде формируют кристаллы, в результате эти кристаллы могут от отражённого света давать переливы от синего к тёмно-зелёному. Вот, собственно, здесь представлено на этой схеме. Это как раз кристаллы гуанина. И в зависимости от того, как падает цвет, получается переливающаяся окраска. Синий цвет у животных, птиц и бабочек обычно обусловлен присутствием специфических биологических пигментов и структурных особенностей их кожи, оперения или крыльев. Например, у некоторых бабочек синий цвет крыльев достигается за счёт их микроскопической структуры, которая называется фолиотактической решёткой. Эта структура рассеивает цвет таким образом, что возникает эффект синего цвета. Бабочки имеют сложные слоистые структуры на крыльях, которые манипулируют цветом так, что отражают только синий. Этот же эффект можно наблюдать в перьях голубых соек и сверкающих кольцах осьминогов. Синие оттенки у млекопитающих можно видеть ещё реже, чем среди птиц, рыб, рептилий и насекомых. Некоторые киты и дельфины имеют голубоватую кожу, а золотистые курносые обезьяны – синие морды. Но мех не бывает ярко-синего цвета. Президент Каримова, Николай Суховский, Универ Новости.